В эфире телеканал Вайтон ТВ, программа «Тема дня». Веду ее по-прежнему я, Александр Гурарье. Грядущие выборы в Соединенных Штатах продолжают занимать ведущее время, ведущие полосы во всех средствах массовой информации, потому что это касается всего мира. Ну, особенно обсуждаемая тема сейчас – это прошедшие теледебаты между кандидатами на пост президента Соединенных Штатов, и кто же все-таки победил в этих теледебатах, а главное, к чему это приведет. Мы беседуем на эту тему с Кириллом Задовым, журналистом, радиоведущим из Руиса и Радио города Нью-Йорка. Здравствуйте. Здравствуйте, Саша. Доброе утро у вас, добрый вечер у нас. Добрый вечер вам, да. Скажите, ну, все-таки, ну, пишут, что вроде бы победила Хиллари Клинтон. Моя точка зрения – да, абсолютно, и такое впечатление сложилось у многих, кто смотрел эти дебаты, и по всем опросам основным полом Хиллари выигрывала эти дебаты, да, чисто первые 25 минут, в принципе, неплохо выглядел Трамп, но потом он, конечно, начал скользить вниз. Есть небольшие проблемы у него с артикуляцией достаточно интересной программы, которую, особенно по экономике, а дебаты были посвящены экономике, он пытался представить. Ему есть что сказать, проблема в том, что он не смог это выразить так, чтобы это прозвучало убедительно. Ну, на мой взгляд, они не только, на мой взгляд, не с некоторых экспертов, это не прозвучало убедительно достаточно, понимаете, чтобы отдать победу ему. И вы знаете полы, СНН-овский пол, конечно, который СНН смотрит больше демократически настроенные избиратели, тем не менее, 62% за Хиллари и 27% за Трампа – это очень тяжелые результаты для него. Есть другие полы, в основном Fox News, но все равно основная масса полов и нейтральных полов отдают победы Хиллари. И у меня впечатление возникло такое, что Хиллари выигрывал безоговорочно здесь. Специалисты утверждают, что победа на теледебатах еще не означает победу на выборах. Но, тем не менее, провал на теледебатах может очень серьезно сказаться на дальнейшем ходе избирательной кампании. Как вы к этому относитесь? Первые дебаты рано говорить. Помните, в 2012 году, когда Ромни с Обамой имели первые дебаты, у них были дебаты, Ромни выиграл первые, вторые выиграл убедительно Обама. Первые дебаты еще не настолько критичные. Проблема для Трампа, мне кажется, в том, что так как они посвящены экономике, и с точки зрения экономики его программа имеет реальный вес, в отличие от Foreign Policy, от внешней политики, то, конечно, для него эти дебаты были очень важны. Но есть и положительные моменты для него здесь тоже есть определенные. Смотрите, те, кто хотел голосовать за Дональда Трампа, на эти дебаты не будут обращать внимания. Те, кто уже принял решение, это решение не изменит. Задача Хиллари была в том, чтобы привести после этих дебатов на полуизбирательные больше людей, мне так кажется. И с этой задачей она, наверное, справится. А вот Трамп не навредил себе, мне кажется, среди своих избирателей потенциальных никак. Ну, борьба идет, естественно, за так называемых колеблющихся, за тех, кто не принял окончательные решения. Да. А таких много сейчас в Соединенных Штатах? Очень много. И люди, многие решают в самый последний момент, когда приходят на полы. Но есть штаты, вы понимаете, какая вещь? Есть штаты, которые традиционно не меняют свой цвет. Например, Нью-Йорк всегда голосует за демократического кандидата. Лос-Анджелл и Калифорния обычно голосуют за демократического. А есть штаты, которые в последней избирательной кампании показали, что они меняют цвет, становятся, так сказать, переходящими, вымпелами. Понимаете? Они вдруг могут стать республиканскими, а иногда могут стать демократическими. И так как сегодня с работами в Ахавии и Пенсильвании, например, та самая аудитория, к которой Трамп в этих дебатах особенно обращался, которые из-за оттока работ за рубеж, за пределы США, потеряли эти штаты наибольшее количество рабочих мест, они могут проголосовать за Трампа, даже если их симпатии больше на стороне их не говорят. Такая вот есть тенденция. Они могут поменять цвет в очередной раз. Скажите, но вот результаты этих дебатов могут повлиять на то, что штаб Трампа сейчас должен будет принять какие-то экстраординарные меры и воспользоваться какими-то, может быть, домашними заготовками, чтобы всколыхнуть это болото и попытаться перетянуть одеяло на себя? Вы же понимаете, главная проблема здесь, мне кажется, все-таки то, как кандидат республиканский преподносит себя и что он говорит. Ему видно, явно есть что сказать. Но можно ли его отполировать достаточно для того? То есть две задачи. Во-первых, надо правильные слова вложить ему в голову, в рот ему вложить. Вторая задача – отполировать то, что он говорит. И если отполировать еще, в принципе, возможно, то научить чему-то, вложить что-то в рот, значительно сложнее. Понимаете? Он не молодой человек, ему 70 лет. И человеку, который не привык к этому до этого момента, сложно научиться в этом возрасте таким вещам. Это непростая задача. Какие экстраординарные меры? Какой-то вал компромата выплеснуть на Хиллари? Вы понимаете, человек, который прошел через все те стадии политической карьеры, через которые прошла Хиллари Клинтон, сложно найти какой-то компромат. Скорее наоборот, человек, который впервые заходит в политику, по-крупному, особенно так по-крупному, как Дональд Трамп, для него проще. Об этом и речь. Об этом и речь. Понимаете? Который еще до сих пор не опубликовал свою налоговую декларацию. Потому что она находится под аудитовской проверкой. Это все проблемы большие. И как бы понятно, что у Хиллари очень много есть болезненных точек. Ее имейлы, бенгази. И это на следующих дебатах обязательно прозвучит. На этих не прозвучало почти. Кроме имейлов. Несмотря на то, что Хиллари привлекла Ливию сама, привнесла в дискуссию. Тем не менее, Трамп слова бенгази не произнес. Это могло бы дать ему определенные очки. Это могло бы вывести Хиллари из себя. Но, наверное, они все-таки берегут козырь для следующих дебатов. Правда? Возможно. Возможно и так. Но, с другой стороны, бенгази это не тот козырь, который вы можете держать как-то совсем уж за пазухой. Потому что это было у всех на устах. Это притча во языцах. Хиллари основная масса критики, которая против Хиллари Клинтона идет. Это то, что ей нельзя доверять. И вот она в бенгази плохо себя вела. Врала. Если вас не затруднит. Буквально несколько слов. Наши зрители, многие не знают. О чем там шла речь. Что произошло в бенгази? Вкратце. После известных событий в Ливии в 2011 году. И после гибели Каддафи. И после свержения его режима. Был посол назначен туда. Господин Стивенс. Американский посол. Который. Как бы это вкратце все сказать. Который до этого занимался координацией действий между. Скорее всего занимался координацией действий между спецслужбами американскими. Которые связаны с Госдепом всегда. Вы понимаете. Госдеп и ЦРУ работают вместе часто. Он занимался координацией действий государственного департамента и с повстанцами. Против Каддафи, которые выступали. Естественно, что абсолютно логично было его назначение на должность посла. Он поехал на серьезные там решать серьезные вопросы в Бенгазе. Где находилось генеральное консульство Соединенных Штатов Америки. И 11 сентября 2012 года на это консульство было совершено нападение. Причем было представлено это нападение. Официальная позиция Госдепартамента была в том, что это нападение было совершено стихийно. Оно было совершено в результате протеста против неблагоприятных для мусульман, неудачного для мусульмана фильма, который был снят и покажен. То есть, как протест против этого антиисламского фильма. Соответственно, Госдепартамент говорил, что он еще никак не мог предотвратить эту катастрофу. В результате этого нападения погиб господин Стивенс посол и еще три сотрудника американского депрессива. То, что считается очень серьезной проблемой для Госдепартамента. Когда посол США погибает на своем боевом посту в стране, в которой он работает. А в чем вина Клинтон была? Во-первых, что они представили неправильную информацию. И потом выяснилось, что они заранее знали о том, что это на самом деле не... Это атака на посольство, на консульство, простите. Она была не спонтанным явлением, действием толпы. А эта атака была заранее подготовленным, тщательно спланированным террористическим актом. И вот то, что они скрыли эту информацию, это была первая проблема. Вторая, что, зная о том, что подобная атака готовится, в чем Хиллари обвиняют, она не предприняла необходимых усилий для того, чтобы лучше это консульство защитить. Вот в этом проблема. Она, конечно, все эти обвинения отрицала. И на последних слушаниях по Бенгазе в Сенате в американском она смогла свою позицию более-менее в выгодном свете представить. Она тогда была госсекретарем, да? В тот момент она была в последний год своей каденцией госсекретарем при Обаме. Это был конец первого срока Обамы, она была госсекретарем. Совершенно верно. Вы знаете, Кирилл, я не могу удержаться от последнего вопроса, который, наверное, вы уже неоднократно слышали от наших коллег. Для Израиля кто лучше? Непростой вопрос, да? Саша, для начала хотелось бы, чтобы АМИ строили, чтобы нация определилась израильской. С тем, что лучше для нее, конечно. Потому что мы же понимаем парадоксальной ситуации. И два для двух плохо, и одно для двух нежелательно. И лидер нации не готов принять схему одно для двух. По крайней мере, сейчас он не готов ее принять. То есть одно государство для двух народов? Ну, конечно. И пока он не готов принять эту схему одно для двух. А де-факто это так, потому что мы же понимаем, что государство Израиль контролирует всю территорию от Средиземного моря до реки Иордан военной силой. Соответственно, под контролем находится все. Вся эта территория. И уже де-факто это одно для двух государств. Для двух народов, конечно. Теперь как-то надо бы эту схему легализовать, чтобы она была удобоварима для мирового сообщества. И Натани Ягу пока, как видно, не хочет этого. И пока он не хочет этого, этой схемы, то, наверное, мне кажется так, что если Хиллари Клинтон победит и будет исполнять то, что она обещала Натани Ягу на встрече в Нью-Йорке на полях Генеральной Ассамблеи, о том, что она будет витовать в совбезе ООН любую одностороннюю антиизраильскую резолюцию, то тогда для сохранения статус-кво того, что премьер-министр Израиля пытается сделать, очевидно. Наверное, будет лучше для него, чтобы победила Хиллари. Мне так кажется. Потому что тогда эта ситуация... Если нация здесь согласна с премьер-министром, то и для Израиля, естественно. А если... Это сложный очень анализ. Он построен на том, что лучше для страны. Я имею в виду, сейчас Израиль будет. Что лучше для премьер-министра мы уже выяснили. А вот теперь для страны. А вот для страны это большой вопрос. Готова ли страна продолжать этот конфликт и сохранять этот статус-кво? Пытаться сохранить то, что сложно сохранить, что мы видим и в последней волне террора, последний год, который продолжается. На ваш взгляд, действительно ли Трамп столь непредсказуем, как его рисует? Вот, допустим, если про Клинтон все понятно, она будет проводить такую-такую-то политику, все знают, что она, собственно, будет делать на несколько шагов вперед. Может быть, ошибаются, конечно, но, тем не менее, думают, что знают. А вот с Трампом там как-то вот все вот такой порывистый, да, вот такой американский Жириновский. Ну, не совсем Жириновский, он намного богаче, вы понимаете. Видите, в чем проблема с Трампом? А вот это спорный вопрос, кстати. Наверное, да. Кстати, тоже да. Вы понимаете, с господином Трампом, на мой взгляд, очень большая проблема вот какая. Деньги и власть – это разные вещи. И та техника, и та тактика, и та логистика, и та стратегия, которая позволила Трампу за работу стать миллиардером, она для президента США не очень хорошая, потому что президент гегемона мирового, да, будем назвать вещи своими именами, он должен уметь искать компромиссы. И человек, который не привык искать компромиссы, не является предпочтительным кандидатом, на мой взгляд, в данный момент. Научится ли человек в 70 лет идти на компромиссы, когда это будет надо делать, это большой вопрос сейчас. Это то, о чем республиканский весь стаб политиковый истеблишмент последний месяц кричит со стороны всех центральных изданий американских. В «Остеджорнал» вот буквально две недели назад был опубликован чуть больше, был опубликован материал «Опинион», «Опэд», то есть особое мнение бывшего министра обороны Роберта Гейтса, который был министром обороны в двух администрациях, уникальный человек. И при Буше-младшем, и при Обаме Обама его сохранил. На моей памяти первый раз такое произошло. И он был почти всю первую каденцию Обамы министром обороны. Он сказал, что, он сказал дословно такую вещь, он сказал, что Хиллари нужно определить точно, как она будет действовать. А насчет foreign policy внешней политики Дональда Трампа он сказал простую вещь. The foreign policy of Donald Trump is beyond repair. То есть внешнеполитическая доктрина Дональда Трампа, скажем упрощенно так, она вне починки, ее невозможно починить. И это говорит нам Роберт Гейтс, который служил при восьми администрациях, и республиканских, и демократических в том числе. Это серьезное мнение, вы понимаете, просто так его не высказывают. И Пол Луфовец, заместитель министра обороны Рамсона при Буше тоже младшем, сказал, что он не будет голосовать за Трампа именно по этой причине. Мало того, что мы не знаем, что на самом деле Трамп думает, мы должны понимать четко, что американский президент принимает решение самостоятельно. Он может слушать советников, но решение он принимает. И ответственный он за это персонально. И никто не может ему сказать, спросить его, что ты делаешь, кроме Конгресса. А у Конгресса во внешней политической деятельности президента США, то есть, есть очень-очень небольшие в принципе полномочия. Ратификация договоров, утверждение военной войны, если она началась. Но первые 60 дней президент может вести войну самостоятельно. И это немного беспокоит многих избирателей в этой стране, понимаете? Я думаю, что не только в этой стране. Вот была последняя встреча натовская, большая, большой саммит, на котором Обама, по-моему, присутствовал. К нему каждый буквально лидер подошел и начал про Трампа задавать вопросы. Люди начали нервничать, понимаете? Союзники не должны нервничать. Да, это правильно. Есть проблема, есть проблема. Когда был избран президентом первый раз Путин, да, то есть, когда заявили в Давосе, who is мистер Путин? Ага. Да, у нас как раз был перерыв связи. Окей, я благодарю вас, было очень интересно. Спасибо. Мы беседовали с Кириллом Задовым, Руиса и Радио, город Нью-Йорк. Спасибо большое. Программа «Тема дня» на телеканале ТОН-ТВ. Всего доброго. Счастливо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова